Дневной разворот Вот ведь как хорошо, Валентин Николаевич, вот никуда без нашего опорного вуза. Только что Алла Викторовна Албегова была здесь в студии, и мы вспоминали нашу экспедицию на Атарскую луку два года назад, а уже в этом году презентован проект национального парка «Вятка» как последствия того, что делал вуз, когда еще Алла Викторовна Албегова в нем работала и делает, и продолжает совместно с Министерством экологии. И так приятно слышать, что не просто усилия, но все важные идеи, которые работают на развитии региона, реализуются. Они приносят результаты. Это очень приятно. Тогда мы еще мечтали, а сейчас уже они воплощаются в реалии. Эти вещи здорово. И вот таких вещей, которые делает опорный вуз, очень много в этом году было реализовано, и они заложили еще основу будущих проектов. Об этом мы хотели сегодня поговорить в дневном развороте. Когда перед вузом опорным ставилась задача, перед всеми опорными вузами, здесь рассказывали вместе с вами, Валентин Николаевич, что создание опорных вузов, вот тех самых первых, которых было 11, главная задача была поставлена очень просто. И она, кстати говоря, сквозной нитью такой проходит через всю повестку, которую я вот вижу по итогам года вуза. Опорный вуз должен стать драйвером развития региона. И вот во всех отношениях. Красивое название. Драйвера развития региона. Получилось. Но, своими словами хочу сказать, что я очень рад, что Министерство образования и науки Российской Федерации окончательно пришло к мнению, что какие бы ни были прекрасные вузы в Москве и Питере, без сильных, успешных региональных университетов региональную экономику не построить. Потому что, что греха таить, да, талантливые, самые лучшие школьники уезжают и поступают в ведущие вузы страны, но очень редко, не так часто получается, что они потом возвращаются обратно. Поэтому вся региональная экономика, социальная сфера, культура, городская среда, как сейчас модно говорить, она зависит от наших выпускников. Выпускников кировских вузов. Поэтому, какими они будут успешными и качественными, будет зависеть качество нашей жизни в будущем. Потому что вузы определяют будущее. И, осознав это, Министерство образования и науки сказало, окей, мы... Ну, я перевожу на такой простой, понятный язык. Да, пожалуйста. Мы просто много всяких сложностей. Жесткого, такого канцелярского образовательного языка перевожу на простой, человеческий. И после того, как Министерство сделало такой вывод, что нужно развивать региональные вузы... А как их развивать? Вот это количество вузов в регионе более полутора тысяч. Там 1800, по-моему, с филиалами, со всеми и так далее. Из них есть прекрасные, выдающиеся, есть крепкие середнячки, есть откровенно слабые. В отношении слабых, ну, понятно, что в течение последних трех-четырех лет Оборнадзор проводил жесткую политику по выявлению таких слабаков через мониторинг эффективности, через ужесточение процедур лицензирования и аккредитации других контрольных мероприятий. Их закрывали, отзывали аккредитацию в целом или по отдельным блокам экономики, управления, юриспруденции или каким-то другим направлениям. И немножко почистили систему, тем не менее, их осталось достаточно много, из которых тоже есть те, которые стремятся к позитивным изменениям, те, которые нет. И для того, чтобы разобраться с вот этой большой массой университетов, которые исторически сложились за последние два десятилетия, Минобор запустил, опять же, последние несколько лет процедуру сегментации выявления лидеров по тем или иным критериям. Таким образом, были определены все на основе конкурсов, все на основе объективных каких-то критериев, сложных экспертиз, выездных проверок и так далее. Определили несколько групп университетов, которые в стране должны заниматься своим делом, выполнять свою функцию. Так появились вузы, которые вошли в программу 5-100, те, которые поставили цель выйти на мировой уровень и войти в топы основных мировых рейтингов вузов. Они получили финансирование, соответствующую поддержку, жесткий контроль. И, соответственно, в течение последних нескольких лет очень хорошо продвигаются, в первую очередь, по предметным рейтингам, ну и в целом по международным рейтингам. Отдельную категорию выбрали федеральных университетов, было создано 5, по-моему, сейчас в стране, которые по всей стране распределены от Калининграда до Владивостока. Они выполняют роль сборки интеллектуальной, особенно в крупных макрорегионах страны. Следующим критерием, следующей группой университетов стали опорные университеты. Задача поставлена и предыдущим, и новым министрам образования найти самых лучших. И они должны стать основой развития регионов своих. Мы вошли в эти 11 первых университетов, доказали своими программами развития, что мы можем эту задачу выполнить. И хочу нас всех поздравить еще раз, что в марте 2017 года решением комиссии специальной при Министерстве образования и науки ВИАДГУ вошел в 4 лучших опорных университетов страны. Получил больше всего денег дополнительного финансирования. И по всем критериям был определен как лидер. Это первое. Второе, вот на декабрьском форуме опорных университетов, опять же, наш университет был отмечен как университет, который успешнее и спокойнее, и комфортнее, и беспроблемнее всех, прошел процедуру объединения. Очень непростую, очень сложную, которую мы много с вами в эфире тут говорили, рассказывали. А есть с чем сравнивать, да, как в других регионах? Критерии какие-то есть, да? Ну, какие критерии? Количество жалоб, скандалов, каких-то проблем, которые возникают, обращений коллективных. Ваша стратегия какая была? А стратегия была, разные вузы по-разному делали стратегию. Кто-то, вот присоединим к себе другого университета или вуз, делали их обособленным структурным подразделением и как-то пытались с ними жить на каких-то таких, развивались параллельными курсами. Мы вас не трогаем, а вы. Да, 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 при этом возникали конфликты, возникали обиды, ревность, споры на предмет справедливости распределения финансовых, других материальных ресурсов, кадровых решений и так далее. Мы избрали стратегию, во-первых, максимальной открытости всех решений, которые принимались при планировании будущей структуры университета. И я не подписывал структуру ни одного института факультета, пока не получал коллективное, желательно единогласное одобрение со стороны объединенных коллективов по поводу того, что они сами договорились, какие должны быть кафедры, как они должны называться, какие специальности реализовывать, кто будет деканом, кто будет заведующим. Вот такие решения принимались коллегиально, и если не было конфликтов и споров, то руководство университета просто поддерживало. Эволюционный путь избрали. В результате мы все перемешались сразу, сразу перезнакомились, исчезло понятие аниме, свои, чужие, и тут же сразу навалилась целая череда задач и проблем, которые нужно было решать с точки зрения выполнения новых задач для опорных университетов. Сложные показатели. И вот общая задача, общая беда, общие цели, в хорошем смысле слова, нас всех объединило, и в течение года мы просто стали активно развиваться, двигаться вперед. А ведь контроль был очень жесткий, и причем контролировать начали, я имею в виду даже отчеты уже, что вы сделали буквально сразу. То есть не было времени даже для разгона. Не было времени на раскачку. И в этом плане, с одной стороны, было это колоссально сложно. Многие остались без отпусков, чтобы выполнить эти задачи. Просто было очень тяжело, потому что на команду навалилось очень много дел. Это вот один фактор успеха. Следующий фактор успеха — это то, что мы сразу договорились по поводу критерий успеха. Вот что такое хороший региональный ВУЗ? То, что делается впервые, пока сложно как-то оценивать. Ну, никто не снимал, во-первых, базовую функцию, собственно, качественное высшее образование. А как это измерить? Формальными оценками, которые студенты на сессиях показывают, ну, это как бы... Трудоустройство. Конкурентоспособность. Отлично, Светлана. Трудоустройство. И опять же, университет... Что сделал Минобор? Он сказал, что мы будем мерять трудоустройство не то, что нам ВУЗы отчитываются, а мы будем брать независимо от ВУЗов данные из пенсионного фонда и будем смотреть, сколько студентов, выпускников за последние три года поступили на официальную работу, получают белую зарплату, сколько отчислений они делают пенсионный фонд. И поэтому будем по каждой специальности отдельно мерить процент трудоустройства всех ВУЗов страны. Ведокову тоже удивил здесь, вошел в десятку лучших ВУЗов страны по критерию трудоустройства. В конце концов, для чего же мы учимся? Более 90% трудоустраиваются сразу и начинают получать заработную плату, при том по размеру этой заработной платы мы и столичные некоторые даже обошли по некоторым направлениям. Вот здесь вот хорошо прерваться на полминуты у нас перерыв и продолжим разговор с Валентином Пугачем, ректором Вятского государственного университета. Валентин Пугач в студии нашей радиостанции прямо сейчас с нами, а здесь у микрофонов работает Светлана Занькова и Владимир Сметанин. Мы подводим некоторые итоги работы нашего опорного ВУЗа в 2017 году, потому что настолько бурная была жизнь у ВИАДГУ, что что не зайдет, что не день, то у них какой-нибудь форум, форсайт, еще что-нибудь. Параллельно несколько мероприятий происходит, обо всем рассказать абсолютно невозможно. Но мы старались в течение этого года встречаться часто. И между тем, как мы будем какие-то важные вехи, такие отчетные, продолжать обозначать, я думаю, что мы с Володей можем вставлять какие-то вещи, которые нам запомнились. Из эфиров, из наших встреч непосредственно с сотрудниками. И как горожанам, да, просто чтобы кто-то тоже вспоминал, что происходило. Ну, во-первых, еще раз, то есть драйвер развития региона, это не только вот работа на крупные предприятия, на экономику, там, да, вот что-то такое. Исследования прикладные для предприятий. Давайте так будем говорить, что многие предприятия при перестройке своего производственного процесса, смены оборудования, организации новых видов продукции, они нуждаются в различных технических экспертизах, проектных исследований, проработке экономической, технологической, экологической. Инжиниринговый центр. Инжиниринговый центр. Поэтому мы начали в этом году по поручению, в том числе и при поддержке правительства, создавать инжиниринговый центр. Привет, ГУ. Мы арендовали большое количество площадей производственных. Туда свозим сейчас новое и уже существующее оборудование, делаем ремонт. И в начале года будем всех приглашать на презентацию в этот инжиниринговый центр. Попутно набирая заказы от промышленных предприятий Кировского областа. Нашего региона. И работать в этом центре будут преподаватели и студенты в ВУЗе. Студенты и специальные аспиранты, инженеры и специалисты, которые как раз в фере инжинирингового. По мере поступления различных задач они будут привлекать те или иные факультеты и кафедры университета, для того, чтобы они свой вклад вносили в решение интеллектуальных задач. Интересные. А сейчас конкретные наметки уже есть. Можем сейчас уже на данном этапе сказать, кто точно будет сотрудничать с инжиниринговым центром? Ну, целый ряд кировских машиностроительных предприятий. Заявили уже желание, да? Конечно. Они, во-первых, соучаствуют в обсуждении проектирования и функционала, и в том числе и оборудование нам дают. И задача же была во многом инициирована правительством Российской Федерации, который поставил акцент на том, что наши военно-промышленные предприятия должны... Совершенно верно. Они через несколько лет заказ вот этот массовый, который был, оборонные предприятия, по программе перевооружения, скорее всего, будет снижаться. И перед предприятием ОПК стоит вопрос о диверсификации производства. И для того, чтобы они научились выпускать, были готовы... Востребованные продукции. Востребованные гражданские продукции. Чтобы не было как в 90-х, когда все рухнуло, и все, и люди остались без работы, и непонятно, что выпускалось. Инжиниринговый центр. Очень важно. Вот совершенно недавнее событие, которое мы здесь видим, это присвоение статуса Федеральной инновационной площадки Миноборнауки в реализацию проекта оценка качества подготовки будущих педагогов. Потому что не надо забывать, что все-таки объединился педагогический вуз с политехническим. И недавно совсем вот здесь, в нашей студии, в понедельник, губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев рассказывал о том, что будет создана площадка, которая будет развивать образование в Кировской области. И это тоже такая точка роста, он называл как точку роста. А ведь образование, это прежде всего, конечно, учителя. Да, в этой связи, смотрите, что будет в январе. Проектная площадка будет. В январе мы соберем со всей Кировской области, со всех районов, молодых перспективных директоров школ и других заместителей, заучей и молодых преподавателей. И откроем школу будущих лидеров образования Кировской области. Управленцев образования? Да. Мы будем повышать квалификацию по поручению правительства Кировской области для того, чтобы руководителям и топ-менеджменту школ, районных, прежде всего, добавить управленческих и всяческих других компетенций. Для того, чтобы они выполняли те сложные задачи. Президент же поставил задачу, что школьное образование в России должно стать лучшим в мире. Губернаторы эту задачу услышали. И сейчас они активно приступили к выполнению этой задачи. А для этого, для того, чтобы менять лучшую сторону качества обучения в школах, необходимо, чтобы руководители на местах в этих учебных образованиях, создание опорных школ лежит в этом же ключе. Вот это прежде всего будет, видимо, директора и заучи опорных школ. Конечно. Я так понимаю, этим давно не занимался никто? Либо вообще не занимался? Это просто другая система совершенно. Или просто перевод в вообще другое русло? Смотрите, до этого долгие годы, десятилетия школы были, как правило, муниципального подчинения. И муниципалитеты, богатые, успешные и развитые, они в большей степени вникали в содержание учебных программ, качество кадров подбора, материального снабжения. А какие-то муниципалитеты, дай бог, чтобы они справлялись только с выполнением базовых функций. Тепло, коммуналка, зарплата учителя. Разные уровни образования дают. Да, да, да. И, соответственно, я помню, как мы с губернатором обсуждали, еще когда он был исполняющим обязанности, с Анатолием Михайловичем Чуриной, мы приходили к нему и рассказывали, какие можно инновации внедрить в сфере общего образования школьного, для того, чтобы поднять его качество. Я очень рад, что губернатор услышал наши предложения и на основе их утвердил программу развития средней школы Кировской области. И она успешно реализуется. Притом, наше предложение по созданию опорных школ совпало, что через несколько месяцев министр образования Васильева именно с такой же инициативой и поручения к регионам выступили. Мы оказались на большей степени готовы к выполнению этого поручения. Ну вот сегодня еще радостная новость. Вчера, видимо, это происходило. Я вижу, просто выкладывает пресс-служба правительства. Закуплены новые школьные автобусы, которые тоже в системе этой нужны. Потому что опорные школы, идея-то какая опорная школа, что они должны быть максимально качественно укомплектованы учителями, учебными пособиями, методической базой. И для других школ своего района стать таким методическим учебным центром по обмену опыта. И там для тех школ, где какой-то недокомплект и так далее, чтобы учителя квалифицированные, наиболее квалифицированные в этом муниципальном районе, могли, вплоть до того, чтобы на служебных автомобилях выезжать и читать. Плюс там дистанционное онлайн-обучение, преподавание. Я думаю, что это резко повысит качество, особенно отдаленных, малокомплектных школ и так далее. Вернемся к университету. Раз уж мы заговорились. А про пят кадры, может, еще поговорим? Стоит ли задача увеличения? Стоит задача увеличения. Мы провели исследование кадрового, возрастного и квалификационного состава всех кировских школ. Получили результаты в разрезе каждой школы. Мы теперь понимаем, какого возраста, какой квалификации, по каким предметам есть учителей. Отдали это исследование, которое впервые в области было проведено за последние десятилетия региональному министерству образования. Какова общая картинка акций? Можно примеры какие-то привести? В целом тревожная ситуация. Если сейчас не предпринять экстренных мер по удерживанию кадров, по различным формам социальной поддержки, то по целому ряду предметов, дисциплин, пенсионеры, учителя уйдут на пенсию. И через 3-7 лет мы окажемся с очень жестким дефицитом кадров, особенно в районах. Поэтому необходимо этим заниматься. Мы изложили эту проблему правительству области, региональному министерству образования. Они услышали нас. Понятно, что это в значительной степени задача регионального министерства образования. Университет готов что-то делать? Мы готовы увеличить в разы количество, во-первых, выпускников по педнаправлениям. Это увеличит количество бюджетных мест? Для этого нужно из Минобра получить большее количество бюджетных мест в этом году. Мы же должны получить финансирование. Это во-первых. Во-вторых, даже если мы получим эти бюджетные места, на них должны прийти абитуриенты. Притом желательно не самые худшие, а желательно самые лучшие. Конечно, они же наше детей учить. Нас радует, что в этом году конкурс на педагогические специальности оказался достаточно высоким. Я надеюсь, что этот тренд будет продолжаться. Он выше, чем в среднем по ВУЗу. То есть более 70 баллов по ЕГЭ, по специальностям педагогических направлений. Но необходимо со стороны правительства области продолжать работу по повышению социального статуса учителя для того, чтобы было интересно, перспективно и интересно выпускникам школ поступать на эти специальности. Это очень важно. Конечно. Это не делается одноразово. Это целый ряд комплексов. Мы знаем, что бюджет достаточно напряженный. на Кировской области и просто так удвоить, утроить заработную плату. Самое простое решение, которое на поверхности. И сразу туда будет конкурс. Как в Москве сделали. В разы увеличили зарплату учителям. Если несколько лет назад их не хватало. Но выпускники начинают с 60-70 тысяч в Москве. Да. Да. Ни разово комплексные вы сказали. Но при всем при том, 5-7 лет до вы сказали по результатам исследований. То есть надо бы поторопиться. Но вот сейчас предпринимаются эти шаги. И о чем мы сейчас и говорили. Раз уж мы заговорили о взаимодействии с правительством, то хорошо бы вспомнить, что заключался договор с правительством Кировской области о создании неких управленческих моделей взаимодействия опорных вузов с регионами для подготовки вообще в принципе кадров. Не только педагогических. Нам очень приятно, что мы в течение года подписали целый ряд принципиальных соглашений с министерством экономического развития, с министерством промышленности, с министерством экологии. Алла Викторовна об этом рассказывала. И в равных этих соглашениях это не то, что такие пустые, ни о чем не обязывающие. Там при каждом соглашении был целый ряд конкретных действий и мероприятий, которые мы должны взаимно друг другу делать. Если сказать обо всем, то мы глубоко погружаемся в ту работу, которую региональные отраслевые министерства по своему направлению ведут и обеспечиваем им экспертное аналитическое сопровождение тех решений управленческих, которые они принимают в своей отрасли. А значит повышается качество управления региональной экономики отраслевой, а значит мы будем в праве рассчитывать на эффекты и на положительные результаты. развития нашей экономики в течение ближайших лет. Ну вот, например, со следующего года лесное дело должна появиться такая специальность. Совершенно верно. Тоже согласно договоренности, да? Впервые, да, в Кирове будет открыта специальность лесное дело и лесоводство. Документы находятся... Как бакалавриатура, так и магистратура. Совершенно верно. Документы находятся... Вот сейчас проректор по учебной деятельности в Москве сдает комплект документов на лицензирование. И мы очень рассчитываем, что в следующем году мы проведем первый набор желающих. Ну поэтому лес наше богатство. Это конкретно, это работники на выходе, это кто? Они где? Какие посты именно будут заниматься? Это специалисты, которые будут хорошо... Ну, опять же, своими словами говорю, которые будут знать, как лес заготавливать, как его воспроизводить, как сделать так, чтобы он не болел с точки зрения биологии и экологии, успешно рос. И вот, собственно, это лесоводство. А экономики будут выращивать и восстанавливать леса? Я так понимаю, что они будут также посвящены и в экономические аспекты лесной отрасли. Куда продавать, что продавать и все прочее. Нормативное регулирование всего, законодательство, регулирующее эту сферу и так далее. А это совершенно другой уровень сотрудников, Володя, на всех уровнях, от самого низшего до топ-звена. Потому что важно, чтобы даже просто лесоруб понимал, что он рубит, как он рубит, и не допускал варварского такого вот дела. Хочу сказать, что таких специалистов у нас с высшим образованием, обращаю внимание, да, были лесотехнические техникумы и колледжи, но с высшим образованием у нас не было. И, как правило, ездили учиться в другие регионы. То есть понимали, что нужно повышать квалификацию. А здесь и практика на месте будет. И прежде всего свой регион развивается. Это прекрасно. Сейчас мы прервемся буквально на две минуты. У нас реклама и продолжим разговор с Валентином Пугачем. Продолжаем разговор с ректором Вятского госуниверситета Валентином Пугачем. Итоги 2017 года подводим. Очень много событий. И вот мне хочется спросить, Валентин Николаевич, вы как заставляете себя переключаться? Ну, некую перезагрузку делать во всей этой массе, во всей этой череде дел. Вы имеете в виду, как все они очень важные, все они очень яркие, масштабные. Как все уложить проекты. В одно прекрасное время после объединения, вот как раз в начале этого года, я понял, что режим, когда ректор является либо инициатором, организатором, либо каким-то контролером, соучастником всех проектов университета, здоровья и времени ректора точно не хватает. Настолько много проектов событий стало, что с одной стороны радует, с другой стороны, я стал понимать, что я являюсь узким горлышком и слабым звеном в этом большом потоке событий. И было принято решение, мы обсудили это с коллегами на ученом совете, было принято решение, что нужно создать проектный офис в университете, где бы собирались все предложения, инициативы, реализовывались, контролировались, отчитывались, выделялись ресурсы учебной аудитории, деньги, чтобы мы не забивали своих героев, чтобы мы потом правильно отчитывались перед контролирующими органами, учредителями, правительством области, что мы сделали, не сделали, получилось, не получилось. Мы ввели должность проектора по проектной деятельности, и процесс пошел еще быстрее. В результате я перестал тормозить этот процесс, и стало даже лучше. Я стал выполнять свои ректорские задачи, больше читать документы, общаться с людьми, обсуждать новые планы, проекты. А те уже инициированы, не реализовывались. Мне, например, особенно было приятно, насчет общения с людьми, когда я пришла на арт-ночь в Ботаническом саду, который открывался в день своего 105-летия. 10 августа этого года. 10 августа и ректор практически на пороге меня встретил. Он всех встречал, но я была удивлена, на самом деле, что Алексей Николаевич встречал гостей. Я думал, что придет 100, 200, 300 человек, но то, что придет, как мне рассказывают, в районе 5000 человек, очередь, как в Макдональдс в 1990 году, за угол другого квартала заворачивала, я был приятно удивлен. Он очень порадовал, потому что в течение полугода мы приводили в порядок ботанический сад, мы перекладывали дорожки, сажали новые растения, устанавливали светильники, делали благоустройства, фонтаны. И я был очень приятно удивлен, что горожане так отреагировали с таким интересом, воодушевлением на эту новую красоту. И у нас получилось прекрасное украшение нашего города в самом центре, ботанический сад просто расцвел. И был грех не использовать это пространство для интересных культурных мероприятий, событий. И мы в течение всего лета проводили целый ряд лекций, презентаций, выставок, арт, я не знаю, как акций, артистических акций, где было очень интересно, приходили люди, они были бесплатные, эти мероприятия. Да, но мы помним, что в связи с погодными условиями и вопросами с подрядчиками затянулся ремонт ботанического сада, мы здесь с вами об этом рассказывали. Да, мы хотели его там весной открыть, но лето бы... Но открытие было замечательным, и когда мы делали отклик здесь в студии, рассказывали про это, как все прошло, нам звонили люди и говорили, а вот бы у нас, у нас бы ботанический сад на Юго-Западе открыть, у нас бы дофилейки. То есть потребность горожан в таких местах, она колоссальная абсолютно. Совершенно верно. И поэтому, Валентин Николаевич, нельзя не сказать хотя бы в двух словах, что ВИАДГУ работает, продолжает работать над проектом квартал 119, где среда будет благоустраиваться так, чтобы людям не как в ботаническом саду жилось, но жилось в комфортных условиях на новом современном уровне. И вы в связи с этим проводили ряд не только рабочих групп, но и форсайтов обсуждают. Совершенно верно. И вот эти... Хотел бы сразу обратить внимание, что проект по улучшению городской среды в большей степени даже является студенческим, чем преподавательским. Мы предложили студентам задуматься и предложить решение проекта по улучшению нашего города, и студенты настолько воодушевились, что и проект квартал 119, где находится кампус университета на студенческом проезде, и другие проекты по улучшению городской среды стали очень популярны массово среди студентов. Целый ряд очень интересных идей, решений, как со стороны дизайнеров, так и со стороны биологов, машиностроителей и культурологов. Мы все объединились, и было очень интересно. Настолько, что эти проекты были замечены на Минобровском конкурсе голосовалок за лучшие студенческие проекты страны. И этот проект был выбран одним из победителей и был презентован руководству министерства вот на декабрьской выставке и в Сколково. И вообще, как бы, вот эта вся активность не только образовательная, научная, но и культурно-развлекательная и инновационная была, похоже, замечена жителями нашей области настолько, что университет в июле вошел в топ-50 рейтинга Яндекс.Российских вузов. Мы на 42-м месте по количеству запросов... Это когда в поисковике вводят, там, университет, там, на 42-м месте. Да, проект ВИАДГУ такой-то, да, 200 тысяч запросов мы получили вот весной этого года. А это еще спасибо вашей пресс-службе. Можно им комплимент сказать? Прекрасно работают ребята. Которые активно в информационное поле вносят. Приятно очень работать с профессионалами, и они заражают своими делами. Тем более, что пресс-служба напрямую почти на ректорах. Вообще, почти два инфоповодов, да, появляющихся в ВИАДГУ на лидирующих позициях, безусловно, у нас в регионе. Идеи, которые транслируются вот в такой форме. И еще надо нам, Володя, с тобой тоже благодарить. И, может быть, поздравлять друг друга. Я думаю, что нужно поздравить друг друга с эффективным и таким воплощением проекта «Открывашка», который выходит на волнах нашей радиостанции с подачи лично Валентина Николаевича Пугача. Этот проект организовался у нас здесь в воскресенье в 10 утра. Это и ваша заслуга, Светлана. Мы с вами вместе это придумали и вместе воплотили и реализовали. Я помню ваши слова просто здесь. Вы сказали, лично вы сказали. Вы знаете, вы сказали, давайте, вот нужно научные какие-то там открытия, явления и так далее. Сложные вещи. Сложные рассказывать простыми словами нашим детям. Детям. И начали вы сами вести эту программу, вы здесь были. Так что я считаю, что... А мы, конечно, поддержали. Как можно от такого отказаться? Тем более, что наши дети там... Когда приходят молодые, интересные ученые, активные, стреляют из домовых ушек. А теперь же губернатор к нам приходит в программу. И рассказывает, как быть губернатором. Простными словами. В программе открывашка. В программе открывашка. Ну, здорово. И руководство города у нас планируется в ближайшем будущем. Совершенно верно. В ближайшем будущем. Ну, я все пытаюсь рассказать, что у нас еще было хорошее. А мы все останавливаем. Что еще произошло хорошее? В этом году состоялся 44-й мировой чемпионат WorldSkills. Да. Competition 2017, где, я не знаю, сколько сотен команд приехало со всего мира. И Россия пять лет назад заняла последнее место в этом чемпионате. Так, на всякий случай. Даже не пять, по-моему, четыре года назад. Последнее место из всех команд по прикладным компетенциям среднего и высшего образования, по рабочим профессиям, Россия заняла последнее место четыре года назад. А в этом году она заняла первое место. Завоевала шесть золотых медалей. Президент встречался с этими медалистами. Министр образования встречал в аэропорту с вице-премьером нашу сборную, которая с такой замечательной победой вернулась. Среди этих шести золотых медалистов была выпускница нашего университета, наша землячка Аня Дербенева. Какое было мое удивление, когда я через неделю приехал в Москву и возвращался из министерства вечером в гостиницу. И на самом видном месте, на Якиманке, висел большой плакат рекламный, где наша Анечка, там и было написано «Кировская область», и она с золотой медалью гордо была представлена. Я даже с этим плакатом сфотографировался. Самое главное, никакого допинга, Володя, понимаешь? Да, потому что там чистый интеллект. И это один из признаков, что российское образование выходит в лидирующие позиции мира, что стоит нам создать условия немножко постараться, мы будем очень достойно выглядеть. И в том числе и заслуга ВятГУ в этом есть. Мне это очень приятно. А еще и Тиволга. Там тоже были победы. Да, в очередной раз. Был окружной конкурс студенческих проектов в Самарской области. И, соответственно, все регионы отправили свои студенческие команды. В прошлом году, опять же, мы не сильно очень хорошо выглядели. А в этом году мы целый, ну, тут надо отдать должное, губернатор приехал на этот конкурс, поддержал наших ребят, вы их воодушевили. С целой командой приехали. Да. Мы в этом году приложили очень большие силы. Мы сождали студенческую школу проектного управления, где просто помогли ребятам не только довести до ума свои проекты, но и научиться правильно их презентовать. Потому что это тоже важно. Потому что конкурсная комиссия обращает внимание еще, как это рассказано, как это было интересно, подано и так далее. И вот все вот эти усилия привели к тому, что только от ВятГУ 4 медали было, 4 победы. Грантовые студенты получили не просто грамоты почетные, они получили деньги, сотни тысяч рублей на реализацию своих интересных проектов. Сейчас вот, насколько мне известно, они активно этим занимаются по выполнению. Мы помним, победительницы были в нашей студии, так очень активно рассказывали о том, что там происходило, да, и о значении этого. Что еще интересно у вас? Уже совсем из свежих событий. В ноябре мы получили решение высшей аттестационной комиссии, положительное, на нашу заявку совместно с Поволжским государственным университетом, здесь Шкаралы, мы открыли впервые в новой истории диссертационный совет по экономике. Соответственно, вот у нас приходите соискатели, приходите аспиранты, и со своими диссертациями у нас будет объединен совет работать. В следующем году уже начинается защита. Нет, это скорее обращение к выпускникам, наверное, приходить, уважаемые выпускники кириллевских школ. Возможно, еще сейчас появилось по экономике у нас здесь, в нашем опорном университете. Много чего еще можно рассказать, на самом деле, здесь. Вот нас с Володей в перерыв просто обсуждали, с Валентином Николаевичем, вопрос трудоустройства зацепил. Такие, и мы знаем, что вы рассказывали, Валентин Николаевич, создана специальная структура, которая помогает трудоустраиваться студентам. Я думаю, что мы об этом отдельную программу сделаем. Обязательно, чтобы рассказать, как это все происходит. Я с тобой приглашу тогда руководителя центра по трудоустройству студентов, потому что это действительно не просто так, почему студенты стали очень хорошо и лучше находить себе работу. Потому что студентам нужно с первого курса объяснить, что его ждет после получения диплома и что необходимо сделать для того, чтобы быть более конкурентоспособным у работодателей. А в центре трудоустройства, напомните, не только на Вятгу работают, а вообще на все учебные заведения? Нет, мы сейчас работаем только для своих. Для своих выпускников. Подробности в следующей программе. А завтра у нас будет рассказ более подробный с итогами по проекту «Квартал-119» здесь же в дневном развороте и с другими городскими активистами. Мы подведем итоги тоже года. Сейчас благодарим Валентина Пугача, ректора Вятского государственного университета. Дневной разворот завершен. Всем до свидания. Всем хорошего предновогоднего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok